Псалом 92. Псалом 92 начинается... Есть несколько псалмов, это один из них, с такого словосочетания, с двух слов. Господь царствует. Господь царствует. Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясом, потому вселенная тверда не подвигнется. Престол твой утвержден искренне, ты от века. Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои, но паче шума вод многих силён высших, вот многих сильных волн морских, силён высший Господь. Откровения твои, несомненно, верны. Дома твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни. Господь царствует. Он облечён величием, облечён Господь могуществом и припоясом, потому вселенная тверда не подвигнется. Престол твой утверждён искренне и издревле, ты от века. Что это значит? То есть многие псалмы, они являются, есть песни, вот псалмом — это песнь, или хвалебная, или плачевная, или поучение, как иногда написано, песнь Давида или поучение Давида. Вот бывает, когда человек скорбит, он просит помощи. Бывает, когда человек исповедует грехи свои в псалмах. То есть псалмы учат нас, открывают нам, как в таких совершенно различных обстоятельствах, ситуациях, состояниях души человек обращается к Богу, и как он надеется на помощь Бога, и как это происходит, избавление и всё остальное. Но вот этот псалм, очевидно, что это необычный псалм, чем? Есть ряд таких псалмов. Чем он необычен? Он необычен тем, что он направляет наш духовный взор, наши духовные глаза на невидимый мир, на реальность. То есть здесь нет просьбы, молитвы как таковой, чтобы помиловал, простил, помог. Здесь как будто звучит просто провозглашение того, что существует, что есть. То есть как пророк, автор псалма, у меня не указан, кто это, автор его, был ли это Давид, Ассав или кто-то ещё, сыны Кореевы, в принципе, это неважно. То есть озарённый Духом Святым, с открытыми глазами духовными, этот человек, находясь на земле, со всей глубиной, со всей ясностью понял, что Господь – престол Господа на небесах. Я напомню, что Соломон, когда молился молитвой о священии, он как бы удивляется и говорит, вот этот дом, который я построил, неужели он может вместить Бога, которого даже небеса небес не вмещают? Но! Но этот дом для имени, это не для самого Бога, для бесконечного, но для имени Бога, для курения, чтобы курить этому Богу вечному. И вот Соломон понимал, что Бог так велик, что небеса небес не вмещают Его. И вот нас этот псалмопевец, он вводит в присутствие и говорит, Господь сейчас на престоле, Его престол утверждён издрели, Он твёрдо стоит. И наш Господь на этом престоле, Он облечён, Он одет величием, Он облечён величием, одет величием, облечён Господь могуществом, силой и припаясом. То есть Он в полной готовности к любому действию, Он в готовности к участию в нашей жизни, судьбе. И то, что на земле происходит, мы как люди, в виде вот этой видимой процесса, события, может быть даже ситуации наши жизненные, но нам может казаться, что «А где Господь? А вообще куда смотрит Господь? А что происходит? А ещё средства массовой информации вообще несут, не пойми что?» И вот эта вода льётся, льётся мутная вода, и она замыливает наши глаза, или как бы закрывает нас. Но духовный человек, точнее, Божий человек, с открытым оком, глазами просветлёнными от Духа, он, поднимая взор, видит, что Господь царствует. Я хотел ещё одно место прочитать, потом вернуться к этому, потому что будет не совсем верно, если не упомянуть важный момент жизни Иисуса Христа. Послание Филиппийцам, вторая глава. Из жизни Христа, отрывок, или как Павел описывает, некую часть пути Иисуса Христа, Филиппийцам 2,6 и дальше. Он, Филиппийцам 2,6 стиха, «Он, Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком или людям и по виду стал, как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной, то есть на кресте, в позоре. Поэтому, вот поэтому, по всему этому, и Бог превознёс его и дал ему имя выше всякого имени. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос славу Бога Отца». То есть является сиянием славы Бога Отца, как написано в Европе. Итак, здесь для нас очень прямо, конкретно сказано, что в силу того, что Он согласился, стал человеком, принял образ раба, уничижил себя, смирил себя, и позволил, чтобы над Ним издевались, и мы знаем, как проходила эта процедура, Его распятие, и вот Его бичевание, и всего остального, унижение. Он всё это перенёс, не для себя, и в результате, и в благодарность, или как в награду за это, Бог Его воскресил, вознёс и дал Ему такое имя, пред которым все колена должны преклониться. И много других мест, где говорится, что Христос превыше всякого начальства, власти, силы, господства. Не буду читать книгу Откровения, где сказано про Агнца, который был заклан, и которому там ангелы и живые существа все поклоняются. И вот, возвращаясь снова к 92-му Псалму, соединяя всё это, то есть, вот этот Господь царствует, так кто же этот Господь, который царствует? Кто же Он? И мы сейчас, если в древности это ещё не было известно, просто представлялся какой-то, ну, Господь, в смысле Господь Израиля, Господь Давида, то есть, прекрасный, высокий Господь, а теперь мы знаем, что это Господь, да, Он Господь Израиль, но это тот самый, который висел на кресте, Он царствует. Это тот самый, который был унижен и был послушен, то есть, первый человек, который на земле ни в чём не согрешил, и который выдержал такой шквал искушений, сатана его искушал, все мировые силы его искушали, грех люди его искушали, всё на него давило, чтобы сделать этого человека, чтобы человек этот не выполнил волю Божию, чтобы он вышел вот из воли, из русла воли Божьей, чтобы он свернул куда-нибудь в сторону, чтобы он в чём-нибудь уклонился, и он проложил эту дорогу, не нарушив ни в чём. И это стоило ему тяжёлых молитв, воплей, кровавого пота, то есть, при всём том, что он является Богом и человеком одновременно, но мы видим, Писание не скрывает, какой ценой он прошёл этот путь. И вот теперь Отец в награду его воцарил. И сам Христос говорит, да нам не, заканчивая своё земное служение, говорит ученикам, дана мне всякая власть на небе и на земле. Поэтому идите, проповедуйте всем народам, научая, христиан, и так далее. И вот этот самый Господь, этот самый Иисус, чьё имя такое, вот он и царство. И сейчас мы, я умышленно рассмотрел, описал вот его, чтобы мы понимали, что мы не просто перед Богом, не просто перед Богом-дворцом или Отцом нашим любящим, и не просто перед Господом древнего народа Израиля, а мы перед Господом, Богом Иисусом Христом. Мы перед Ним сегодня стоим. Мы Ему сегодня поклоняемся. Мы Его сегодня, ну, считаем, провозглашаем и свидетельствуем, что Он царствует. Может быть, одна мысль ещё. Царствует. Да, на небесах абсолютно, полностью воля Его исполняется. Все те силы небесные, ангелы, воинства, все они служат Ему. Те, которые отказались служить, они были, они свергнуты оттуда, где находится верный ангел. Но на земле, царствование Его сегодня на земле, оно прежде всего, где оно, где эта территория, где то место, где царствует Христос. И Он сам говорит. Не придёт оно приметным образом, не скажет, вот оно здесь или вот там, Царство Божие. И каждый из нас может соглашаться. Вы представьте, всемогущий Бог вот со всеми этими заслугами. Он стоит у двери и Он смиренно, скажем, пока, потому что время такое, время благодати, смиренно ждёт, когда каждая дверь откроется, и Он войдёт туда, как царь. Я, как верующий, могу каждый день начинать свой день начинать именно с этого. Ты мой Царь. Ты Царь всех моих мыслей. Ты Царь всех моих желаний. Ты Царь всех моих стремлений. Ты Царь всех моих планов. Я могу так. А могу, Господи, благослови этот день, надо быстрее что-то сделать, и могу вот так. И это совсем не Царь. Ну, я могу даже сказать, Ты Царь, да придёт Царство Твоё, но при этом у меня мысли, желания, проблемы, я даже не успеваю остановиться, ну, потому что надо же решать, если не успею решить, а кто решит, а кто будет решать. Вы будете за меня решать, я должен решать. И вот так внестись по жизни изо дня в день, изо дня в день. На словах Царя, Ариану, не в эмоциях, не в мыслях, не в плавных, он может не в плавных, он может не быть царём совсем. У нас есть, мы остановились, мы успокоились, и мы можем в здравом уме, в трезвом уме, в доброй памяти, осознавая себя перед ним, провозгласить. Кто ещё никогда не провозглашал на царём, есть возможность провозгласить, потому что он не будет царствовать в моём сердце, если я это не скажу, если я ему не открою лично и не приглашу, он не будет вламываться. Поэтому можно как бы считать его царём, но если я не открываю ему дверь и вслух не говорю, устами исповедую, я должен устами, если я не говорю этого, то тогда он не царь, тогда я остаюсь или во мне что-то другое царствует. Итак, он обречён величием, обречён Господь могуществом и припаялся. Но пусть это могущество будет и в нас или царствует могущественно в каждом из нас. Поклонимся мы, помолимся.